Привет, ребят! Ну что, февраль у нас подходит к концу, а значит и зима заканчивается. Мы все надеемся на хорошую солнечную погоду, а сегодня я хочу поговорить с вами о фаворитах за февраль. Я думаю, что вы заметили, что такие видео выходят на моем канале не каждый день, но я все-таки буду стараться их снимать. И сегодня я хочу начать с любимчиков моего душа. Это гель для душа от Palmolive, именно голубенький. У него очень свежий, классный запах. Это воспоминания из детства, потому что когда я росла, у нас дома частенько был именно этот гель для душа. Если честно, в Англии я его очень редко встречаю, не во всех магазинах можно его найти. И поэтому, когда недавно я была в поисках геля для душа, я увидела вот этот. Не было предела моей радости, моего восторга, я его купила. И каждый день получаю невероятное удовольствие от приема душа. То же самое я могу сказать про вот эту линейку L'Oréal Paris, L'Viv. У меня это желтенькая версия, что шампунь, что кондиционер. Невероятно люблю эти продукты, уже годами пользуюсь, периодически откладываю их, беру что-то еще, но всегда, несомненно, к ним возвращаюсь. Если у вас похожие волосы на мои, то есть светлые, довольно-таки непослушные, тонкие, то я бы вам советовала присмотреться именно к желтой линейке этих шампуней. Очень люблю, долгое время пользовалась, пользовалась еще, когда была подростком, и сейчас продолжаю. Не уходя от темы продуктов для волос, хочу вам показать лак для волос от Resume. И, насколько я помню, эта линейка у них вышла совсем недавно, и это Max The Volume. В общем, волосы, как я и ранее говорила, у меня ужасно непослушные, и лаки для волос вообще мои волосы не фиксируют. Этот же фиксируют на пару часов, но что мне нравится, что он убирает все прочащие волоски. Даже если уже он не держит ничего, вашу прическу, но все равно волосы будут казаться ухоженными, потому что все мелкие-мелкие-мелкие какие-то волоски, или если у вас стекутся волосы, это все сглаживается с помощью этого лака, но это не странно. И волосы смотрятся ухоженные, красивые и не пушатся. Вот за это я полюбила этот лак для волос, и именно в качестве этого могу вам его посоветовать. Я снова распробовала для себя вот этот тональный крем от Dior, это Star, мне очень нравится. Насчет этого тонального крема ходят разные отзывы, кому-то нравится, кому-то совершенно не понравилось, но мне нравится, что он не сушит мою кожу. В последнее время от комбинированной кожи у меня кожа все-таки более склоняется к сухой, и поэтому некоторые тональные крема спустя, допустим, 5-6 часов начинают подсыхать, и у меня образуется шелушение на коже, что, конечно, не сможет хорошо. Этот же тональный крем совершенно мне не сушит кожу, и вот это увлажнение держится на моей коже, и довольно-таки, кстати, стойкий тональный крем. Мне он очень нравится, я помню, что он мне нравился на лето, и как-то потом я его отложила, потому что появилось что-то еще, но сейчас я вот достала его пару недель назад, и активно им пользуюсь. Я думаю, что до лета я его закончу, и, возможно, опять в Dirty Free его куплю. Но вот как тональный крем с таким средним покрытием для комбинированной сухой кожи, отлично мне подходит. Кисточка, да. В этом месте я решила включить фавориты и свою кисточку. Вот такая вот кисть от MAC у меня недавно появилась. У меня появились парочку других кистей, но об этом попозже. А вот это у меня кисточка 109 для контурирования. Она изменила мое представление о том, как нужно подчеркивать скулы, серьезно. Мне очень нравится ее работать. Я вот так вот приподнимаю лицо, и вот они мои скулы. Она замечательно сюда ложится, она замечательно их подчеркивает, растушевывает. Она безумно мягкая. Но вот ничего больше, наверное, сказать не могу. Если вы в поисках кистей для контурирования, посмотрите. Снова у меня проснулась какая-то невероятная любовь к делу-либо максимайзеру. Я знаю, что многие считают этот продукт, ну, неоправданным, слишком дорогим. Кого-то даже растражает вот это пощипывание на губках, но мне очень нравится. Это блеск для губ, как я говорила, он такого розоватого оттенка. Он почти не дает никакого оттенка на губах. Из-за его формулы губки начинают чуть-чуть покалывать, из-за этого кажется, что губы больше. На самом деле они не больше, они просто смотрятся более ухоженными и более подчеркнутыми, такими красивыми, увлажненными. Мне очень нравится их использовать не как вот конкретный блеск, который я вот нанесла и пошла, а именно как средство, которое я использую перед нанесением помады. То есть я перед тем, как начинать краситься, наношу этот продукт, потом пока крашусь, он там впитывается чуть-чуть, убираю излишки салфеткой и тогда уже наношу либо карандаш для губ, либо помаду. И тогда губы невероятно ухоженные и любая помада, даже самая стойкая, самая матовая, не будет приносить вам дискомфорт, будет отлично лежать и долго-долго-долго у вас никуда не слезет. Некоторое время назад у меня было какое-то помешательство на косметику от Шарлот Тилбери, мне хотелось все. И конечно, несмотря на то, что у меня был и тональный крем, у меня было что-то еще, мне очень хотелось попробовать тени, и я выбрала себе палетку нейтральную, такую, чтобы я смогла носить на каждый день. Если честно, изначально я немножко разочаровалась, потому что мне казалось, что ну ничего особенного в этих тенях-то и нет, но сейчас я распробовала их, активно ими пользуюсь. У меня это в оттенке The Sophisticate, вот такая вот палеточка, нейтральные оттенки, то есть у нас тут бежевый, коричневый, серый и вот такой вот светлый оттенок, я очень рада, что он тут есть. На самом деле тени невероятно классные и самое главное достоинство в них то, как они тушуются и то, что они держатся нереально долго. Вот у меня еще есть тени Chanel, которые я использовала до этого, и могу сказать, что они проигрывают теням от Charlotte Tilbury. Да, они красиво, они хорошо тушуются, они не осыпаются, но они исчезают с глаз в течение дня. Эти же тени сидят как влитые, наношу я макияж обычно в 5 часов утра, да, работаю полный день и домой прихожу в часов 6, и тени все еще есть. Все еще на веках, никуда не исчезли, не смазались, ну разве что стали чуть-чуть более облеклые. Но в целом я считаю, что это отличный результат, тени невероятно мягкие, невероятно пельментированные и тушуются просто невероятно. Я бы сказала, что, наверное, вот эти три оттенка я использую больше всего, я мало использую серии, потому что я не совсем поняла, как им пользоваться. У меня почему-то на веке он смотрится грязным, но вот все остальные три оттенка заслуживают вашего внимания. Лак от Maybelline в 130 оттенке просто не исчезал с моих ногтей, то есть я им крашу ногти в воскресенье. До пятницы доходим, стираю лак, снова крашу этим лаком. Он действительно очень хорошо держится в течение не 7 дней, как тут заявлено, но 5 дней он стабильно держится, не скалывается, ничего не происходит. И мне очень нравится, кстати, когда после 5 дней ношения, как он сходит с ногтей. То есть он начинает как будто отслаивается, и его можно пленочкой просто убрать и все. То есть не будет у вас таких ногтей ободранных, некрасивых, он легко очень убирается. И ношу-то я его именно за его оттенком, вот он у меня сейчас тоже на ногтях, вы можете посмотреть, каким образом он выглядит. Очень нейтральный, приглушенно-розовый, пудровый, очень красивый, женственный оттенок. И для меня лично, вот говоря о нюдовых лаках нейтральных, вот для меня это идеальный нейтральный лак, потому что он не выпеливает мои ногти. Видите, он как будто сливается с моими пальчиками, но из-за того, что есть такой розоватый оттенок, это не выглядит так, как будто у меня нету ногтей. Очень люблю этот лак, и вообще я очень люблю именно эту линейку лаков от Maybelline, они недорогие. Присмотритесь, ребята, они очень стойкие, у них хорошая кисточка, не совсем большая, не маленькая, вот идеальная. И да, очень-очень любила в этом месте. Ну и последний фаворит, это карандаш для губ. Да, в последнее время я обожаю карандаши для губ, пользовалась очень долго карандашом от MAC оттенки Dervish. И тут вот наткнулась на этот карандаш от Essence, у меня был такой маленький, уже такой грызочек, я его попробовала и подумала... Я его попробовала, нанесла на губы и думала, да, да, вот то, что нужно, потому что MAC, он всё-таки такой более яркий, а этот такой приглушённый, красивый. И сразу побежала, у нас в магазинах Wilkinson представлена косметика Essence, побежала, купила, он стоил то ли фунт, то ли два, в общем, как-то очень-очень мало. В общем, я его купила, принесла домой и с тех пор им пользуюсь. Всё остальное у меня лежит и пылится, а вот этим продуктом я безумно довольна. Карандаши от Essence для губы это то, к чему вам нужно присмотреться, если вы в поисках хорошего карандашика. Ну что, вот такие вот были фавориты за февраль, то, что я любила. Вы, наверное, заметили, что было очень много фаворитов, именно связанных с прошлым, то есть то, что я когда-то очень давно любила, но по каким-то причинам отложила. Сейчас вновь полюбила, вновь у нас такие тёплые отношения с данными продуктами. Расскажите мне, пожалуйста, пользовались ли вы чем-то из этих продуктов. Давайте пообщаемся в комментариях. Огромное спасибо за просмотр и, как всегда, новые видео по средам и субботам не пропускайте, подписывайтесь и заходите ко мне на инстаграм. Огромное спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok